Рассказы Я могу сказать, что без него мы бы здесь сейчас не сидели Это первое и основное Вы спрашивали у моего коллеги по литературному церкви Кто самый крутой в КПД? Это вопрос достаточно неоднозначный Но я могу сказать следующее Если кого-либо из нас, из КПД, исключить, просто убрать То КПД останется и сохранится Если убрать Домбровского, то мы рассыпемся Это мое скромное мнение Поэтому я благодарю его за то, что он реализует свои организаторские способности Совершенно потрясающие, во благо Одесского искусства Ну и смотрите, теперь мы меняемся с новаком Вы как давно в писательстве? Пишите ли вы только прозвину или может быть стихами еще? Достаточно сложно судить, сколько лет я в писательстве Пишу я достаточно давно Наверное, уже 10 лет Может быть, чуть дольше Вопрос в том, в какой момент тексты становятся достойными того, чтобы их можно было назвать прозой И здесь уже писатель, наверное, должен выйти из этой дискуссии и понаблюдать Поэтому писатель или нет, я надеюсь, со временем я получу ответ от аудитории Ну и скажите вообще, какие чувства вы испытываете, когда читаете свою прозу на публике? Что это для вас? Для вас это желание поделиться или по Вячеславе? Что это для вас? Если говорить о прозе, то сегодня первый раз читаю свою прозу для аудитории Стихи уже приходилось читать, прозу нет Поэтому, когда я дома сегодня представлял себе, как это приблизительно будет происходить Я понял, что совершенно отсутствует опыт Поэтому сегодня ощущаю, ну, прежде всего, азарт Посмотреть, как это будет, как это будет восприниматься Потому что писать это одно, а читать другое Уже заметил постикотворение Заметил такую тенденцию, что даже гениальные поэты Если говорить о поэзии, например Очень плохо читают собственность Они могут читать хорошо, качественно чужие И очень плохо свои Я знаю, что у меня эта проблема присутствует Но для того мы здесь и собираемся, чтобы бороться со своими недостатками Переступать через другое и расти Наверное, это главное Это квинтэссенция КПД Рост, работа Наташи Развитие Где на такой метафизический жертвенный алтарь Приносится жертва в виде гордыни, от которой мы отказываемся Мы осознаем, что мы в чем-то еще сыны Что мы не готовы Что мы еще окончательно не сформировались, как творческие люди И эта жертва, отказ от тщеслания Они дают нам возможность развиваться и быть гибкими Ну и вы на сколько выросли за время вашего пребывания в КПД? Я считаю, что определенный рост есть Для меня это, наверное, для меня главное Это общение с другими людьми Очень много лет я пребывал в творческой изоляции Писал стоп А писателю, независимо от того, можно его считать писателем Нельзя его считать писателем Нужен какой-то диалог Нужна какая-то обратная связь Ему нужен диалог, прежде всего, с другими творческими людьми Я об этом не всегда имел возможность поговорить со своими друзьями Со своими коллегами по работе Сюда я пришел, здесь я встретил других творческих людей Каждый из которых находится на какой-то своей стадии Формирования творческой личности Формирования конкретного творческого продукта Который потом будет представлен на аудитории И во мне это пробудило чувство такого родства Которого я давным-давно уже не испытывал Поэтому я безумно счастлив, что я познакомился с этими людьми Для меня именно это и есть рост Возможность перетекать друг с друга Как бы странно это не звучало Но это то, что я чувствую в собрании Я чувствую, что я впускаю в себя других авторов И мне от этого очень приятно и хорошо И я чувствую, что где-то, может быть, какие-то мои произведения Находят отклик в сердцах тех людей, которые тоже пишут Это ощущение очень сложно описать и с чем-то совесть И я думаю, что именно это ощущение для меня является Таким своеобразным катализатором розы